Тысячи окопных свечей из воска, старых банок и картона каждый день делают в Украине. Они стали настоящей палочкой-выручалочкой для военных и для гражданских. Солдаты на передовой имеют возможность согреться или что-то подогреть с помощью этой свечи, быстро и не разводя огонь буржуйке. Мирным жителям такие свечи тоже могут пригодиться для приготовления еды и в качестве освещения, когда отключают электроэнергию. Они поют украинские песни в одном из убежищ города и делают свечи. Для сотен киевлян это уже привычный ритуал. Жители столицы часто приходят помогать. Многие даже успели подружиться. Оказалось, что у нас очень много материалов, поэтому мы уже второй месяц делаем свечки и отправили на фронт уже больше трех тысяч свечей. Делают волонтеры свечи из воска, парафина, картона и пустых банок. Полина Шеремет является одним из постоянных волонтеров. Говорит, чем больше ракет летит в Украину, тем сильнее мотивация помогать армии. Конечно, инициатива людей донатить и помогать, она растет параллельно с ростом риска попадания ракет. Это нормальная, природная, человеческая натура. Приходят на такое импровизированное производство целыми семьями. Говорят, совместный труд успокаивает. Первое время было страшно, а сейчас уже как-то привык немного. Мы мотивируем детей. Они должны чувствовать, помогать. Они должны быть неотъемлемой частью всего, что происходит. Ведь без их веры, без нашей помощи и поддержки, оно все сложно. Свечи, которые делают волонтеры, многофункциональные. Это для того, чтобы высушить окоп, нагреть себе еду. Это тоже важно. Закипятить воду, погреться. Эти банки, они идут с крышкой. То есть их можно закрыть, бросить в кипяток, прокипятить и под куртку. И так можно делать много раз. Окупные свечи сейчас весьма актуальны не только для солдат на передовой. Ведь энергетический кризис, вызванный ударами российских ракет, также влияет на мирных жителей. Поэтому такими свечами запасаются и они.